Здравствуйте, с вами Лурика Белецкая. Я сегодня вам продемонстрирую, как можно удалить фон в рисунке. Если светлый фон, это делается легко. Допустим, мы на сайте компании выбираем нужный нам рисунок. Изображение, допустим, геля. Копировать изображение. Это правой кнопкой мышки мы нажимаем функцию. Вот таким вот образом. А потом выбираем копировать изображение. Я переношу его в презентацию PowerPoint, вставляю. Вот видите, здесь есть у нас вокруг изображение еще, так скажем, поле. Нам необходимо сделать его прозрачным, чтобы можно было компоновать, допустим, наборы какие-то. Выделили. Кликнув на рисунок, мы выделили картиночку такими точками. Вот, вверху у нас есть такая ячейка формат, называется функция. Мы выделили формат. Вот, и с левой стороны, в правом верхнем углу, есть функция удалить фон. Нажимаем на нее. И снова, и у нас сразу рисунок выделяется, фон на рисунке в розовый цвет. Здесь мы можем подкорректировать границы нашего рисунка. Вот, если для нас это широко, мы как можно ближе пододвигаем их к изображению рисунка. И затем на свободном поле, то есть за пределами нашего рисунка, мы просто кликаем курсором. И у нас, получается, удаляется фон. То есть картинка становится прозрачной. Давайте еще раз я вам продемонстрирую это, чтобы запомнилось. Снова берем на сайте компании изображение, какое нам нравится. Копировать правой кнопкой мышки, копировать изображение, мы вы функции раскрыли. Затем левой кнопкой мы выбираем копирование и переносим снова в презентацию по Эпоэм. Вставляем эту картиночку. Кликнув на нее, мы выделяем ее. И снова проделаем такую последовательность. Формат нажимаем вверху в презентации. Затем с левой стороны, в правом верхнем углу, есть функция удалить фон. Мы на нее тоже кликаем. И выделяется у нас на рисунке рисунок. То есть выделяется вот таким вот образом. Розовый цвет поле окрашивается. Но здесь есть помехи, в отличие от предыдущего рисунка. Внизу у нас высвечивается как бы тень этого изображения. И она нам будет просто мешать. Если это будет на каком-то цветном фоне, этот рисунок вы будете помещать, он будет вам мешать. Поэтому мы передвигаем курсор, границу этого рисунка как можно ближе к продукту. Ну и таким образом ограничиваем, лишнее убираем фоновые какие-то изображения. Снова кликаем за пределами рисунка и снова у нас удалился фон. Я надеюсь, вам это было понятно и будет очень полезным. Смотрите, шампунь был второй по очереди нам загружен. И находится сейчас поверх геля. Но если нам необходимо гель переместить на первый план, то мы можем гель выделить. Потом правой кнопкой мышки раскрыть функции. И вот здесь будет на передний план переместить на передний план рисунок. Мы нажимаем на передний план. И у нас теперь гель находится на первом плане, который ближе к нам, а шампунь находится на дальнем плане. Я надеюсь, это тоже для вас будет полезным и поможет какой-то вашей компоновке рисунков и подборе продуктов для презентации. Всего доброго. До новых встреч.